Доброе утро! С новостями на канале ОТС Александр Журбин. В этом выпуске вы узнаете о переводе всех бюджетников на карту МИР, изменениях правила дорожного движения и подготовки к посевной в районах. Госдума приняла во втором чтении законопроект о переходе бюджетников на карты МИР. Одобрена поправка по этапному процессе. Последними на такой финансовый инструмент перейдут пенсионеры, не позднее 1 июля 2020 года. Выдача и обслуживание карт для них будут бесплатными. Для остальных работников бюджетной сферы, в том числе военнослужащих, переход на национальную платежную систему завершится на два года раньше. Отмечу сейчас, на руках у новосибирцев находится более 40 тысяч карт МИР. На начало этого года в области для их обслуживания подготовили более 21,5 тысячи банкоматов. Борьба с авторихачами. Правительство в этом году собирается ужесточить скоростной режим в городах, ограничив его значением 50 км в час. Помимо этого, предлагают снизить допустимое ненаказуемое нарушение с 20 до 10 км в час. Новое ограничение скорости планируют ввести на участках дорог, которые находятся в пределах населенных пунктов. При этом скоростных трасс и автомагистралей изменения не коснутся. Российские власти пока не будут снижать запрет на поставки турецких томатов. Об этом заявил глава Минсельхоза Александр Ткачев. Он объяснил это необходимостью поддерживать отечественных производителей. По прогнозам министра, наши аграрии способны закрыть дефицит по овощам в течение 3-5 лет. Напомню, Россия ввела запрет на ввоз томатов и других продуктов из Турции в начале прошлого года. С тех пор Москва сняла целый ряд ограничений, но помидоры по-прежнему остаются в запретном списке. Как считают эксперты, в ответ Анкара лишила нас права беспошенного экспорта пшеницы и кукурузы. Работы в полях в Куйбышевском районе начнут со дня на день. В ряде хозяйств уже готовы выйти на прибивку влаги. Ее, несмотря на обилие снега, в почве не так много. С подробностями Оксана Тимошенко. Этот К-700 в поле выйдет первым. Уже отремонтирована рулевая тяга, заменили насос. А вот сейлки полностью подготовить пока не успели. Приводят в порядок специальный механизм. От него будет зависеть качество посевов. Вот это у нас второй сцеп. И еще третий еще есть. Там еще не все запчасти. На третий сцеп. Посевно это справится? Ну, должно. Постараемся. В целом по району готовность техники больше 80%. Засеять зерновыми и кормовыми культурами в этом году планируют почти 49 тысяч гектаров земли. Господдержки Куйбышевской сельхозпредприятия получили на 9 миллионов рублей. По ГСМу требуется 697 тонн дизельного топлива и 35 тонн бензина. Уже половина от потребности завезена. Договора заключены уже с поставщиками, то есть на дальнейшее сотрудничество. В этом хозяйстве большую часть песенных площадей займут кормовые культуры. Проблем с реализацией урожая здесь нет. Поголовье скота больше двух тысяч. 1260 мы будем сеять на сенаж. Две тысячи будем сеять овса на корм. И где-то у нас будет 850 гектар пшеницы. Мы сеем рожь где-то в пределах 120 гектар. Мы рожь сеем на установке УЖК для животных, ну изготавливаем паток. Инспектируют поля практически ежедневно. На низких участках снег еще лежит. Те, что повыше, почти готовы к работе. На прибивку влаги сюда техника выйдет уже завтра. Снег стаял, земля рассыпается, а значит почва готова. Если не сделать этой работы вовремя, влага уйдет, а значит хороший урожай здесь получить вряд ли получится. Весенний сев аграрии Куйбышевского района, как и всей Новосибирской области, должны завершить к началу июня. Оксана Тимошенко, Андрей Ребедев, Новости ОТС. В воскресенье на сцене Дома культуры и энергии пройдет концерт народного творчества, в котором примут участие коллективы из трех районов области – Болотнинского, Колыванского и Коченевского. Свои лучшие номера покажут танцевальные и вокальные ансамбли. А из Болотного приедет народный хор ветеранов. Концерт проходит в рамках фестиваля культурных достижений «Сибирский характер наследия». Он посвящен юбилею Новосибирской области. Такие выступления самодеятельных коллективов запланированы на нескольких площадках. В воскресенье зрители ждут в ДК «Энергия» в три часа дня. Информация для любителей легкой атлетики. Новосибирцев приглашают принять участие в марафонском забеге в Китае. Через месяц, 21 мая, в городе Чанчунь организаторы ожидают 35 тысяч бегунов со всего мира. Можно заявиться не только на полную дистанцию, но и на полумарафон. Напомню, такие состязания ежегодно проводят и в Сибири. Еще в программе соревновательного дня – семейные и парные забеги. Подать заявку можно до 5 мая. Текст приглашения на китайском языке размещен на сайте Управления физкультуры и спорта мэрии Новосибирска. И к этой минуте у меня все новости. С ними вас познакомил Александр Жорби. На всем удачной пятницы и до встречи на нашем канале. Доброе утро. В этом выпуске вы узнаете о миллионных выплатах врачам, конкурсе среди жилищных организаций и общегородской зарядки в Новосибирске. Миллион рублей компенсации выплатят врачу, который решит переехать работать в село или поселок городского типа Новосибирской области, сообщается в постановлении губернатора. В этом году заложено финансирование на привлечение 125 специалистов. По информации Минздрава, всего с 2012 года в районы Новосибирской области приехали 439 врачей и с каждым годом число приезжающих специалистов возрастает. В Новосибирске стартовал конкурс среди жилищных организаций. Управляющие компании или ТСЖ могут получить солидные денежные призы. Жюри будет оценивать частоту подъездов, состояние лифтов, водостоков, лестничных клеток и мусорных контейнеров. Дополнительные баллы начислят за ухоженность дворов, цветники, детские площадки и другие уличные архитектурные формы. Итоги по районам подведут до 31 мая, общегородские в конце июня. Победитель получит 200 тысяч рублей, за второе место 180 и за третье 160 тысяч. Построить дом и привести в порядок территорию. Новейшие разработки в строительной сфере представили на выставке «Загородный дом». С подробностями Виктория Рыжих. Любое строительство начинают с проекта, затем коммуникации, фундамент и стены. По всем этапам возведения представлены эксперты почти из 200 городов. Помимо традиционного кирпича, бруса и бетона, есть и сэндвич-панели из пенополиуретана. Этот материал в разы прочнее пенопласта, плотность выше. Привозят такие панели уже в виде готовых стен. Дом можно собрать легко, как конструктор. В чем их преимущество? То, что они теплые, быстро возводимые, не используются мокрых процессов при строительстве. Домов круглогодичный монтаж. Другой материал для возведения домов – термопрофиль. Это легкие стальные конструкции с эко- или минеральной ватой. У термопрофиля есть ряд преимуществ перед традиционным деревянным каркасом. Дерево необходимо подготовить, убедиться, что оно сухое, обработано от вредителей. С материальной точки зрения, если в каркасном домостроении сравнивать термопрофиль и деревянный каркас, то если каркас деревянный подготовленный так, как его нужно подготовить по технологии, то цена практически одинаковая. Месяц и дом готов. А в доме должно быть уютно. На смену теплому полу приходит теплый плинтус. Система та же – отопление водой или электричеством. Не гоняет пыль, так как отсутствие конвекции. Она присутствует не более 8%, нежели как у радиаторов. Соответственно, не сушит воздух. И опять же экономика на системе отопления, на энергоносителях от 30%. Строительные облицовочные материалы, отопительные системы, бани и сауны, окна, мебель и даже встраиваемые пылесосы. Пыль и ссор, собираемые в квартире, выходят прямиком на улицу. На выставке можно не только выбрать подрядчика, но даже купить готовый дом. Виктория Рыжих, Борис Гладких, Новости ОТС. Региональные власти смогут самостоятельно решать вопрос об установке бэби-боксов. Соответствующий законопроект поддержал Комитет Госдумы по федеративному устройству. Сейчас в стране уже работает несколько десятков специальных боксов, где мать может анонимно оставить новорожденного. Однако законодательство пока никак не регулирует этот вопрос. На рассмотрении Нижней палаты находятся еще два законопроекта. Один из них призывает разрешить бэби-боксы, а другой запретить их. В Новосибирске готовится к открытию экспозиции «Гуаш-20», которая проводится в рамках сотрудничества с Петербургским музеем современного искусства Эрарта. В России гуаш считается оригинальной графикой, а вот за рубежом – живописью. Однако техника гуаши известна еще со времен Древнего Египта и античности. Широко использовалась гуаши и в период Средневековья. На выставке можно будет увидеть работы мастеров-экспрессионистов Петербурга. Это Евгения Голланд, Николай Симоновский, Феликс Волосенков и другие художники, которые основное творчество выбрали романтическую линию пейзажей города на Неве, которые предстают яркими, красочными и позитивными. На общегородскую зарядку в Центральный парк приглашают новосибирцев в предстоящее воскресенье. Этим мероприятием откроют летний физкультурный сезон. Всех желающих ждут возле главной сцены в полдень. До начала общей зарядки горожане смогут посостязаться на площадке армрестлинга, а также попробовать свои силы выполнения нормативов ГТО и узнать, как официально заработать знаки отличия. В это же время пройдет шоу на сцене. В рамках культурно-спортивного батла выступят коллективы по аэробике, бальным танцам, рок-н-роллу, акробатике, хип-хопу, брейк-дансу, чирспорту и чирлидингу. В 13.00 начнется зарядка для всех. Отмечу, что 23 апреля подобные мероприятия пройдут также во всех районах города. И к этой минуте у меня все новости. С ними вас познакомил Александр Жорбин. Всем удачного дня и до встречи на нашем канале. Субтитры предоставил DimaTorzok Доброе утро. С новостями на канале ОТС Александр Жорбин. В этом выпуске вы узнаете на субботнике в Новосибирске акции «Библия. Ночь» и турнире «Кожаный мяч». К масштабной уборке Новосибирска готовы. Общегородской санитарный день по уборке территории назначен на ближайшую субботу, 22 апреля. Руководители и коллективы организаций, в том числе профсоюзных и общественных воинских частей, а также жителей мегаполиса приглашают принять участие в общегородском субботнике. Студенческое сообщество Новосибирска уже определило себе фронт работ. Бойцы студотрядов займутся уборкой Михайловской набережной, где пройдет экологическая акция «Мой Новосибирск». Набережная в этом году вошла в муниципальную программу формирования современной городской среды. Эта программа будет реализована в рамках национального проекта Минстроя России. Основная задача – сделать ее комфортной, благоустроенной и современной. Так, в эту субботу более 200 человек будут собирать и грузить мусор для вывоза с правого берега Аби. Быстрее всех узнавать о затопленных участках, создавать комфортный проезд по железным дорогам, смотреть на солнце не жмурец. В 13 раз сибирские разработчики представили новейшие технологии в области геодезии. В Новосибирском экспоцентре проходит международный форум Интерэкспо Геосибирь-2017. Ежегодно больше 200 организаций из городов России, дальнего и ближнего зарубежья выставляют свои разработки. Так, например, представители СГУПСа рассказали о технологии, которую давно используют в России. Суть системы в том, чтобы не только обеспечить безопасный и удобный проезд по железнодорожным путям, но и создать комфортные условия труда самим мастерам. Сегодня путевой мастер должен иметь такой набор компетенций, чтобы пользоваться этой техникой. У него в руках вместо чертежей и каких-то других измерительных приборов вот такой набор аппаратуры. Замеряя точку, снимая координату через разные методы передачи данных, это сразу вносится в паспорт путей и формируется электронный паспорт, который используется не только им, а всеми службами, которые обслуживают железнодорожный путь. То есть это технология будущего. К другим темам Качковский аграрий продолжает подготовку к посевной кампании. В одном из хозяйств в этом году планируют посеять новую культуру – сою. Тему продолжит Яна Рагуля. В Баструхинском хозяйстве к началу весеннеполевых работ практически все готово. Техника налажена, семена проходят последнюю очистку. Где-то за день тонн 80 провеиваем. Хорошие семена получаются. Они так уже веяные были с осени. А это еще уже на третий раз веем. В этом году в хозяйстве будут сеять сою. Ее цена на рынке сегодня доходит до 70 рублей за килограмм. Это от импортных производителей. Сибирской обойдется гораздо дешевле. Выращивать сою здесь будут для корма животным. Основная ценность ее в том, что в ней большое содержание жира, которое является необходимым компонентом для кормов. Соя в нашем регионе культура редкая. Сажать ее берутся немногие из-за сложности возделывания. Она боится поздних заморозков весной и ранних осенью. Поэтому сеять будут в последнюю очередь. Очень необходимо ей много питательных веществ. В связи с этим мы приобрели специально новый вид удобрений, комплексное удобрение. Которое содержит в себе азот, фосфор и калий. То есть все наши макроэлементы в достаточном количестве. Ну и надеемся, что этого хватит для того, чтобы сделать хороший задел для развития культуры. И в последующем получить хороший урожай. Соя займет почти 30% посевных площадей. Это около 4000 гектаров. Вместе с ней на полях беструхинского хозяйства традиционно посеют ячмень и пшеницу. Яна Рагуля, Артем Медведев, Новости ОТС. Завтра каждый новосибирец может проверить свои познания в естественных науках. В НГУ проводят массовую акцию под названием «Всероссийская лабораторная». Каждому участнику дается один академический час, чтобы ответить на несколько десятков вопросов. А в решении задач помогут сибирские ученые. Нужны не только школьные знания, но и логика. Потому что задания будут не совсем обычными. Например, что может двигаться быстрее света. Стоит ли освежать воздух озоном или сколько холестерина в подсолнечном масле. Все желающих ответить на такие вопросы ждут завтра в новом корпусе НГУ по адресу Пирогова, 1, аудитория 3307. Библия «Ночь» в Новосибирске стартует сегодня в 7 часов вечера. Любители чтения смогут увидеть редкие издания, фолианты прошлых веков, а государственная научная библиотека превратится в большую карту Новосибирской области. Здесь пройдет большой краеведческий квест. Его участники выполнят задания на знания географии, истории, литературы и археологии нашего региона. Сегодня вечером двери библиотек открыты для всех желающих. Многие из них проводят встречи с писателями, интерактивные программы, мастер-классы по восстановлению старых книг и даже концерты для своих читателей. И о спорте. Футбольный турнир «Кожаный мяч» пройдет в Новосибирской области в преддверии Кубка Конфедерации. Соревноваться за главный трофей будут мальчики и девочки в трех возрастных группах от 7 до 15 лет. Состязания среди девочек пройдут с 27 по 30 апреля в Чистозерном и Машковском районах. Юноши сыграют в мае в Коченевском и Карасукском районах, а также в Бердске. Матчи финального этапа пройдут в шести городах России. Анапа, Туапсе, Салават, Ейск, Краснодар и Волгоград. В 2017 году проведение турнира «Кожаный мяч» в Новосибирской области приурочено к международному футбольному турниру Кубка Конфедерации FIFA 2017, который пройдет в России 17 июня по 2 июля. И к этой минуте у меня все новости. С ними вас познакомил Александр Жорбин. Всем удачной пятницы и до встречи на нашем канале. Субтитры подогнал «Симон» Доброе утро. С новостями на канале ОТС Александр Жорбин. В этом выпуске вы узнаете о мошенничестве в сфере ОСАГО, покупке лекарств за счет государства и основных причинах увольнения новосибирцев. Мошенничество в сфере ОСАГО набирает обороты в России. Чаще всего автовладельцам под видом настоящей страховки продают подделки. В итоге, если владелец такой бумаги окажется виновником аварии, пострадавшему придется оплачивать ремонт за свой счет. Например, в Новосибирске за смену один патруль ДПС задерживает как минимум двух водителей с фальшивыми полисами. В ГИБДД напоминают, что поделка документов и использование заведомо подложных полисов лечет за собой уголовную ответственность. Наказание может не ограничиться штрафом. За такое правонарушение грозит до шести месяцев лишения свободы. Покупку редких и дорогих лекарств предложили оплачивать за счет государства. С инициативой выступили сенаторы. Препараты будут приобретать для тех, кто получит рецепт от врачебного консилиума. Сейчас такие лекарства россияне оплачивают самостоятельно или при помощи благотворительных фондов. Почему увольняются новосибирцы, выяснили в ходе опроса специалисты сайта зарплата.ру. Самая популярная официальная причина – несоответствие должности. Треть сообщили, что они не прошли испытательный срок. Еще 13% были уволены из-за прогулов и пьянства. При этом, по мнению половины опрошенных, истинной причиной потери работы стал конфликт с начальством. Также стало известно, что 71% респондентов писали заявление по собственному желанию, а четверть – по соглашению сторон. Желающие сдать нормы ГТО будут проходить медосмотр. Об этом говорится в заявлении Федерального медико-биологического агентства. Подобные меры вошли в стандарт медицинского обеспечения подготовленного Минздрава. Систематический контроль коснется всех желающих пройти спортивную подготовку и заниматься физкультурой и спортом в организациях. Баскетболисты Новосибирска уступили в решающем матче за выход в финал Суперлиги команде «Иркут». Эту встречу землякам пришлось проводить без основного игрока и не на домашней площадке. С подробностями Кристина Лата. Что будет, если убрать из механизма одну, но очень важную шестеренку? Правильно, он, если не развалится, то точно будет работать со скрипом. Именно этой шестеренкой в баскетбольном Новосибирске является разыгрывающий Сергей Токарев. Главный созидатель атак получил травму, пропустил два выездных матча. А на решающий пятый все-таки выходит на площадку. Правда, проводит всего пару минут. Оставшееся время он наблюдает за игрой со скамейки. Может быть, Токарев это поможет. Но, видите, он вышел и через две минуты сказал, что больше играть не может. Поэтому, как говорится, те проблемы, которые у нас были на протяжении всего сезона, те проблемы и остались. Плов это все-таки игра взрослых мужчин, а не молодых ребят. Те, кто, по идее, должен заменить Токарева, еще не имеют нужного опыта. К тому же подводит реализация моментов. Только за первую половину команда сделала больше трехочковых бросков, чем проходов под кольцо. И почти все мимо. Совсем не хозяйский процент попаданий. Но домашним для Новосибирска зал, в котором проходит эта игра, можно назвать лишь с большой натяжкой. Вместо спорткомплекса «Север» небольшой спортзал НГУ. Смена площадки произошла из-за наслоения баскетбольных и волейбольных матчей. Хочется, чтобы пятые, именно финальные игры проходили в другом зале, где было больше народу. Болельщиков, которые бы сопереживали, но никак не в таком зале. На перерыв соперники уходят с разницей в 10 очков. Однако за третью четверть команда совершает камбэк, сокращая разницу. А в четвертой, после невероятного попадания Макеева с центра поля, выходит вперед. Бросок действительно становится знаковым, но не для новосибирцев. После этого команда в течение трех минут не может набрать ни очка. И пропускает 9. Золотого дубля, как в 2015-м, когда команда выиграла Кубок России и чемпионат Суперлиги, уже не получится. Но шанс завоевать медали еще есть. Серия за бронзу со Спартаком Приморья из Владивостока стартует на этих выходных. Кристина Лата, Александр Ведерников, Новости ОТС. И к этой минуте у меня все новости. С ними вас познакомил Александр Жорбин. Всем удачного дня и до встречи на нашем канале. Субтитры сделал DimaTorzok